МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это Ксенон и хедлайнер Уикенд. Ксенон и хедлайнер Уикенд 2012 год подходит к своему логическому завершению. И это значит, что сегодняшний выпуск Ксенон и хедлайнер Уикенд станет завершающим. Я много чего успела рассказать тебе за последние 12 месяцев. Но сейчас же пора вспомнить, какими событиями порадовала нас минувшая неделька. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Птица Феникс славится своей способностью возрождаться из пепла. И, как оказалось, так могут делать не только мифологические персонажи. Репортеры хитового отыскали в казахстанском шоубизе редких его представителей, способных оживать лишь на время и только по особым случаям. По традиции новогодние праздники сопровождаются подарками и непрекращающимися вечеринками и корпоративами. Зачастую такие пати проводятся в сопровождении артистов. И вот чудо! Порадовать своими выступлениями по случаю Нового года могут даже те команды, которые распались. О чем мы? А вот смотрите! Совсем недавно приезжала Анжелика со Штатов. Вот буквально недавно мы ее проводили обратно. За то время, когда она приезжала, мы тут дали концерты, участвовали в разных конкурсах, на корпоративах и так далее. Сейчас на старой славе, то есть нас все равно зовут, приглашают на какие-то корпоративы. То есть мы так же и остались с теми зажигательными печенками. Вот люди знают уже, чего ждать от нас. То есть когда нас приглашают на корпоративы, они знают, что сейчас будет весело. Сейчас они будут сжечь. Как выяснилось, воссоединиться на время ради выступления на закрытых пати наши артисты совсем не против. К группам «Фениксам» отношусь хорошо. Почему я должна относиться к этому плохо? По сути, ведь это приносит капитал. И если участники каких-либо развалившихся ранее коллективов увидят в этом смысл заработка, то почему бы и нет? Собираться вместе очень даже интересно и приятно для всех, даже без денег. Конечно, это благо. Благо для тех, кто собирается. Потому что косить капусту в декабрь сам Бог не велел. Поэтому косите люди капусту. Что еще делать в декабре? Я не поклонник денег. Но если есть момент, если есть возможность и шанс, используйте его. Люди хотят их слышать. Есть заказчики, которым они приносят радость, допустим. И они собираются, и это очень хорошо. Потому что у кого-то может быть ностальгия по тем временам, по этой группе. Именно конкретно по какой-нибудь песне. Поэтому то, что группы так собираются, это только во благо заказчикам и во благо, допустим, самим артистам. Ну а мы бы хотели спросить. Господа артисты, а точнее те, которые объявили о своем распаде. Ведь если ваше творение до сих пор помнят и любят, так почему бы вам не радовать своих поклонников новыми работами? А то воссоединяться на время, да еще и исключительно ради выгоды, как-то совсем не серьезно. Под конец года все любят подводить традиционные итоги. А первым делом мы решили вспомнить самые громкие и ожидаемые свадьбы 2012 года. Свадьба, свадьба, свадьба. Уходящий 2012 год многим запомнится большим количеством свадеб. Были как ожидаемые бракосочетания, так и ставшие полным сюрпризом. Вероятно, самой обсуждаемой является свадьба Джастина Тимберлейка с актрисой Джессикой Билл. Красивая и романтическая церемония бракосочетания прошла на юге Италии, в местечке Бриндизе, 20 октября. И это случилось спустя 5 лет после начала отношений. Формальностью является свадьба актрисы Натали Портман и хореографа Бенджамина Мельпье. Ведь пара успела обзавестись ребенком еще в 2011 году. Так что сочетание браком был вопросом времени. Церемония прошла по иудейским традициям и в полной темноте. Свадьба беременной актрисы Дрю Берримор и сына бывшего генерального директора дома Шанель Уилла Копельмана не отличалась ничем особенным. Она прошла 2 июня в особняке актрисы в Калифорнии по классической схеме под руководством Равина. Стремительным было развитие отношений между актрисой Блейк Лавли и Райаном Рейнольдсом. И им удалось практически невозможное. Они поженились втайне от прессы и вездесущих папарацци. Отечественный шоу-бизнес также не обошелся без подобных мероприятий. Самой креативной однозначно стала свадьба певицы и телеведущей Ксении Сухомазовой, известной как Ксенон, и Дениса Стародубцева. Событие прошло в стиле коктейльной вечеринки под названием «Свадьба коктейли рок-н-ролл». Неожиданно для всех статус сменила звезда фильмов «Ликвидатор», «Возвращение вак», «Карлыгаш» Мухамеджанова. Вместе со своим избранником-бизнесменом Бигбулатом Балгимбаевым актриса отпраздновала свадьбу в одном из заведений в Астане. Теле и радиоведущий Казбек также выбрал 2012 год, чтобы сочетаться браком со своей избранницей Айнурой. Их церемония прошла в Уральске, так как именно там находится большинство родственников ведущего. Ну что ж, пожелаем знаменитостям нашим и заграничным совет да любовь и деток побольше. Поговаривали, что у «Сон Паскаля» произошли некие перемены в творчестве. Если честно, я не вдавалась в подробности, но догадывалась, что тут что-то неладное. И как выяснилось, я оказалась права. Вот только я немного переоценила ситуацию. У певца всего лишь новая амплуа. «Сон Паскаль» известна не только своими проказахскими хитами, но и достаточно смелыми высказываниями в адрес коллег по цеху, решил рассказать в студии Хит Ти Ви о своих планах на год грядущий. Ну и о том, что заставило его понервничать в году уходящем. Как музыкант, я придерживаюсь той же позиции, которая у меня была раньше. Я по-прежнему люблю петь, писать песни, я по-прежнему люблю свою работу. Я бы сказал, что в моей команде произошли перемены. На протяжении года я исполнял песни в комедийном жанре, а теперь я решил вернуться к истокам. Я хочу проверить себя, свои силы и посмотреть, на что я способен. А как же сотрудничество с Жомартом Сулейменовым, спросите вы? Все проще паренной репы. На самом деле никакого сотрудничества и не было, по крайней мере официального. Я не могу сказать, что я работал в продакшене Жомарта, мы не подписывали с ним какие-то контракты, это было лишь временное сотрудничество. Я бы даже сказал, что дружеское сотрудничество, и между прочим, до сих пор дружеское. Теперь же мы решили немного передохнуть, чтобы каждый из нас мог заняться своими делами. Сейчас у нас разные направления, разные проекты. Просто я и компания Жомарта больше не работаем вместе, у нас разные вкусы, предпочтения и разные направления. Но я до сих пор в хороших отношениях с Жомартом и, конечно же, с Луиной. Впрочем, сам Жомарт от комментариев по поводу отделения сона отказался, сославшись на нехватку времени. Ну и ладно, зато сам итальянец с удовольствием поделился планами на год грядущий. У меня уже есть много новых песен, теперь же осталось выбрать самые достойные и выпустить хороший сингл. Я всегда открыт для новых проектов, особенно с местными музыкантами. Я всегда за качественную музыку. Мой лучший друг — это мой звукоинженер, Ернар. Ерике, мы работаем с ним 24 часа в сутки в студии. Я до сих пор горжусь тем, что я Englishman in Chimkent. Но мне кажется, что пришло время идти вперед, и теперь этот Englishman должен переместиться в другое место. Я написал три песни для Луины. Первая — это один. Мы написали ее вместе. Вторая работа называется «Give me, give me, give me». Это танцевальный трек, я надеюсь, что она выпустит эту песню. Мне кажется, что никто так не любит своих покупателей, как парфюмерно-косметическая сеть магазинов «Французский дом», «Планета красоты» и «Бьюти Мания». А знаете почему? Да потому что не прошло и месяца, как они разыгрывали модные гаджеты. И вот пришла очередь новеньких автомобилей! Друзья мои, всем привет! Меня зовут Мурат Матурганов, и это «Хейдлайнер». Французский дом «Планета красоты» и «Бьюти Мания» в преддверии Нового года устроила розыгрыш автомобиля среди своих любимых покупателей. Новогодняя сказка произошла в замечательном магазине «Планета красоты», в котором царила приятная предпраздничная атмосфера. Условия самого розыгрыша остались прежними. Необходимым было купить продукцию на объявленную ранее сумму, сохранить прилагающийся к покупке купон и надеяться на удачу. А чтобы собравшиеся в назначенное время не скучали, организаторы розыгрыша предоставляли всем желающим возможность стать обладателями небольших, но весьма приятных подарков и провели тематическую викторину. Кульминации вечера в просторном помещении магазина в прямом смысле слова стала жарко. Собралось большое количество как участников, так и пришедших поддержать своих родственников и знакомых. И вот с легкой руки совсем юной девочки был выбран счастливый купон под номером 4854. Его обладателем стало... Я сам на деле эту машину выиграла. Спасибо вам большое, вашей компании. Большое-большое спасибо. С наступающим, с Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, всего самого-самого. И как я выиграла, всем желаю, чтобы на следующий раз выиграли. Мечты сбываются благодаря французскому дому, планеты красоты и бьюти-мани. Но вы не отчаивайтесь, потому что очередной розыгрыш будет 28 декабря и 5 января. Всем вам удачи! С наступающим Новым годом! Ну а напоследок не забудьте достойно проводить 2012-й. И помните, только в Headliner Weekend я расскажу вам о самых ярких, громких и значимых событиях из мира шоу-бизнеса. Увидимся в новом 2013 году! Редактор субтитров А.Семкин